Добрый вечер, это программа Насправде в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур. В стране сегодня Международный женский день, а в Харькове уже неделю как проходит, собственно, неделя женской солидарности. Вот об этом и многом другом мы сегодня поговорим с нашей гостью, которую я с большим удовольствием представляю. Координатор Кахарьковской платформы «Культура равенства» и координатор Кап-проектов общественной организации «Сучастна Жинка» Дарья Нагаевская. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Не знаю, поздравлять вас с праздником или нет, поскольку отношение в последнее время к 8 марта как-то в обществе неоднородно. Есть даже законопроект, пока не принятый, не состоявшийся по поводу отмены 8 марта. Хотелось бы вашу точку зрения на этот праздник послушать, нужен он нам или нет, оставлять его или нет. Я с радостью приму ваши поздравления, когда мы достигнем гендерного равенства. В экономических правах и возможностях, потому что это наш фокус в этом году. И мне кажется, это очень важно. Вот 8 марта мы видим очень много женщин и мужчин, которые несут и получают подарки с радостью. И я думаю, что не всегда верно забирать у них вот этот праздник. То есть то, что действительно важно для женщин и мужчин в этот день, сказать друг другу теплые слова. Но есть обратная сторона медали. Например, в 2016 году мы проанализировали гендерное равенство на рынке труда и пришли к выводу, что, например, уровень заработной платы женщин и мужчин, средней заработной платы за год, слишком отличается. И разрыв составляет больше, чем 1000 гривен. Это сравнивается, сразу просто возникает когда-то такие большие разрывы. Вопрос в методике исследований. Исследуется однозначно та же профессия, те же посады, должности, которые занимаются. Агрегированные данные по всем сферам деятельности. И это данные Госкомстата. А вопрос опять же... Опирались на официальные источники. И, например, даже сегодня утром общались с коллегой. Его жена проанализировала уровень заработных плат в топ-менеджменте в Украине. И радостно сообщила, ну не совсем радостно, конечно, что заработная плата мужчин составляет 5000 долларов, а женщин 3750. И возникает вопрос, с чем связана такая разница. Потому что объем полномочий, объем обязанностей, ответственности и рабочих часов одинаковый. Почему мы сталкиваемся постоянно с таким несправедливым отношением? А вот куда нацелен этот вопрос? Кому нацелен этот вопрос? Вы говорите о проблеме, которая существует в обществе в целом. Но, скажем, тот же пример по топ-менеджерам, вы приводите это в принципе то, что касается каких-то вещей, ну в большей степени частных. Потому что назначать, устанавливать размер заработных плат или там бонусных каких-то выплат, это вопрос работодателя. К кому адресован ваш вопрос? И на что, собственно, на кого нацелено ваше движение протеста в этой сфере? Я не могу сказать, что у нас прям активное движение протеста. Есть несколько активностей, которые мы проводим на данный момент. У нас есть Харьковская платформа «Культура равенства», это объединение 15 общественных организаций. Мы объединились в 2016 году с тем, чтобы совершить все возможное с целью достижения гендерного равенства в Харьковской области и в Украине. Также есть другое направление, это наша общественная организация «Сучастная жинка». Мы выбрали как фокус женское предпринимательство и представительство интересов женщин на рынке труда и защита этих интересов. И на данный момент активно помогаем женщинам найти идею в своей бизнес-деятельности, вывести продукт на рынок, стать успешными в экономической деятельности, предпринимательстве. И третий наш фокус и направление нашей деятельности – это проект «Горизонт-2020». Его название – это «Внедрение гендерного равенства в сфере информационных систем и технологий». Он реализуется на базе Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца. Общественная организация «Сучастная жинка» является партнером по этому проекту. И на данный момент мы проводим серию воркшопов для студентов, студенток, преподавателей, преподавательниц, административного штата, с привлечением внешних экспертов и эксперток. В чем фокус нашей деятельности? То есть мы работаем с разными целевыми группами. Начиная от учеников-учениц, студентов-студенток, преподавателей-преподавательниц, до людей, которые принимают решения, как в школах, в университетах и на предприятиях. Наши тренинги с работодателями направлены на то, чтобы объяснить, что такое гендер, что такое гендерное равенство, рассказать об успешной практике зарубежных предприятий, о том, что на многих предприятиях существует, и согласно закону о равных правах и возможностях, который был принят в Украине, необходимо обеспечить существование детской комнаты на больших особенно предприятиях, где сотрудники и сотрудницы могут оставить своих детей на время выполнения своих трудовых обязанностей. На многих предприятиях и в университетах есть гендерный уполномоченный, который занимается вопросами экономического неравенства и предоставляет консультационные услуги. К сожалению, в Украине мы пока об этом не говорим, и мало кто знает об этом, что в принципе такая практика возможна, и это можно делать. И на данный момент, то есть что мы делаем? Мы объясняем, разъясняем, информируем, привлекаем зарубежных экспертов, и сами часто ездим за рубеж, чтобы рассказать об успешных украинских практиках, потому что у нас тоже есть чему поучиться. Например, в сфере гендерного аудита, учебных пособий. А что с учебными пособиями не так? Имеется в виду, что большая часть авторов мужчины, или там про мужчин больше написано, что что не так там с гендерным равенством? Что не так там с гендерным равенством? К сожалению, очень редка практика использования феминитива в тексте. Когда мы общаемся с мужчинами на воркшипе, они часто активно против использования феминитива, говорят, что директор — это замечательное слово и для женщин, и для мужчин, точно так же, как студент для женщин и мужчин тоже. Мы говорим о том, что ничего сильно не изменится и баланс не нарушится, если мы будем обращаться к женщине с словотворчим суффиксом «ка». В украинском языке их 13. Например, у нас будет «диригент ка», «директор ка», «профессор ка» и так далее. То есть это небольшие изменения, которые мы можем внедрить в нашу ежедневную практику, допустим. И часто учебные пособия являются ретранслятором старых стереотипных представлений. Ну, мама мыла раму, а почему не папа мыла раму? Возникает вопрос. Или почему девочки у нас всегда в розовой одежде, а мальчики в голубых штанишках? И почему в роддоме нам на вот этот сверточек с девочкой вяжут розовую ленточку, а с мальчиком голубую? Ну, потому что такая традиция, по всей видимости, насколько я понимаю. То есть голубой цвет, насколько я помню, это цвет ордена Андрея Первозванного. И это был высший орден в Российской, по крайней мере, империи. А красный, не розовый, правда, а красный был, вот я боюсь ошибиться, но, по-моему, святой Екатерины. Орден и, в общем-то, тоже где-то, видимо, оттуда. Потому что мужчины, да, высшие сановники носили синюю ленту поперек парадного кафтана, а женщины носили красный. Ну, тогда, да, вот так вот было принято. Вот, отголоски страницы, да. Ну, так важно, да, сказать, что наша цель ни в коем случае не поменять ленточки местами. Или не снять и убрать ленточки в принципе, а просто создать возможность, да, пространство и такую дружелюбную атмосферу, чтобы пересмотреть те стереотипы, которые существуют на данный момент в нашей социальной системе. Для меня было очень большим открытием, когда я познакомилась с трансгендерами, то есть людьми, которые сменили свой пол. В Украине их становится все больше. И на воркшопах с людьми, да, там, женщинами и мужчинами я заметила очень жесткое неприятие, в принципе, факта, что такие люди существуют, и нежелание их интегрировать в социальную систему. И это очень интересно, потому что таким образом у нас получается, что определенная социальная группа полностью исключена, да, из нашего процесса в коммуникации. Они не имеют права занимать какие-то должности, то есть по закону они вроде как могут. Мы не ограничиваем их, у нас там в Конституции задекларировано, что нет дискриминации по полу. Но в реальной практике часто мы сталкиваемся с тем, что они будут выясменны, будут подвергаться моббингу, да, там, прессингу какому-то психологическому. Им будут говорить, тебе не здесь место, ну, там, сменил пол, сменила пол, ну, как бы, едь туда, где тебя примут, таким или такой, какая ты есть. Вы считаете, что это, ну, вот, вот, неестественная реакция, да, вот людей, которые так реагируют, ну, вот у нас здесь, в данный исторический момент, на трансгендерах. Я думаю, что она естественная. Для этого есть свои причины и основания. Но с тем, как стремительно меняется мир, да, и Украина будет открывать свои границы, и все больше людей разных национальностей будут приезжать к нам, в том числе, да, не всегда традиционной ориентации и трансгендеры в том числе, то чем раньше мы обсудим эти вопросы, да, и придем к какому-то интегральному решению для нашего общества, тем нам потом будет легче. Ну, речь не идет о том, что мы все должны сейчас пойти и поменять пол. Нет, мы этого и не будем делать, да, в такой, в какой-то категориальной форме. Речь идет о том, что просто принять выбор человека, если он это уже сделал, и постараться, ну, не чунуть ему порошкот в его жизни. Не создавать препятствия, да. Вы описали довольно такую многоуровневую, сложную структуру обеспечения прав гендерного равенства. В Украине существуют нормы Конституции, существуют законы, в том числе законы, запрещающие дискриминацию по половому, там, или по возрастному, или по какому-то иному признаку. Говорили об гендерных уполномочиях, и вот когда эта вся система есть, возникает вопрос, почему, на каком этапе это все не срабатывает, если мы вернемся, например, опять же, к экономической дискриминации, потому что тут, ну, однозначно проблема есть, она существует, и я, вот, признаться, не могу понять, как это все происходит. Мотивы работодателей, которые не хотят брать женщин, или брать женщин на какую-то низкооплачиваемую работу, более-менее, скажем, логичны и понятны, но почему, скажем, в той же сфере топ-менеджера возникает такой разрыв? Ну, вот, вот, как это все происходит в чисто механистическом плане? Окей, я тебя беру на работу, но ты будешь получать меньше, чем Иван Иванович. Ну, так, мне не хватает фантазии. В рамках недели женской солидарности мы смотрели фильм о солидарности, это было, да, движение у нас политическое в Польше, и там очень интересный момент. Женщины наравне с мужчинами принимали участие в забастовках на кораблестроительной станции, если я не ошибаюсь. Это гражданская судоверсия, да. Вот, оно. Происходил очень длительный этап, там были протесты, приходили к политическим решениям, но за итоговым круглым столом по принятию решений, да, и декларированию их ценностей, принципов, как политической партии, и когда решалось, кто будет главным, да, кто будет снимать сливки с этого процесса, за столом была всего одна женщина, все остальные были мужчины. И когда исследовательницы анализировали исторические факты, то оказалось, что на фотографиях равно присутствуют и женщины, и мужчины. И женщины, и мужчины отмечают равный вклад. Но почему-то, когда пришло время получать бонусы от процесса, который произошел, за столом оказались одни мужчины. Мужчины более агрессивны, насколько я понимаю, это чисто биологическая составляющая. Одна из женщин отметила, мы добровольно отказались от политических преференций и ушли в тень. Мы обеспечивали тыл, да, поддерживали наших мужчин. Тут очень интересно, хорошо, когда эта позиция обдуманная женщиной и принятая ей, это осознанная позиция. Но часто бывает так, что просто женщинам не предоставляют такой возможности, и они говорят об этом, потому что, ну, не видят выхода другого. Смысла нет, да, получается, да? Да, и вот мы сейчас активно анализируем состояние гендерного равенства в учебных заведениях. Оказывается, что девочек у нас учатся больше, чем мальчиков. Ну, там, 67% девочек и, ну, меньше мальчиков. Преподавательский состав тоже в основном женщины, больше 60%. Но почему-то все проректора мужчины, ректор мужчины. Как так получается? Опять же, больше инициативности и агрессивности где-то, наверное. Да, тут тоже очень интересно. Я ехала сегодня на эфир и подумала, ну, вот, постаралась проанализировать нашу ежедневную жизнь. Да, вот как живут, ну, какое-то количество семей, там, в Харьковском регионе. И поняла, что у нас же есть такой еще неоплачиваемый труд, это то, что происходит дома. И часто мы... Вот это меня уже начинает, слово «неоплачиваем». Вы хотите, чтобы он оплачивался? Можно я продолжу, и мы потом обсудим. И у нас получается, что те дела, которые мы делаем дома, мы часто, ну, не предполагаем, что мы можем получить за это деньги. Хорошо оценить свой вклад в ведение домохозяйства. Когда мы думаем, что мы не хотим этим заниматься и хотим привлечь других людей к выполнению этих обязанностей. И тогда у нас получится, что, например, в нашей семье, ну, допустим, традиционную берем семью, женщина-мужчина с маленьким ребенком или двумя. Женщина будет выполнять функции няни, домработницы, кухарки, жены. Тут я и вкладываю смысл как поддерживающая функция, да, там, коммуникация, ну, вот, духовная такая составляющая. И если она работает, будет еще функция, ну, как работницы. Да, это наши, там, пять социальных ролей. Ну, могут дополняться и другие. Мужчине часто будет свойственно только две ролевые модели. Это работник и муж. А отец, как это вы, что же вы гендерно так нас вычеркнули? Я не хочу вычеркивать, я опираюсь только на тот опыт, который был получен, ну, при проведении этих семинаров и воркшопах. Потому что очень многие женщины замечают, что мужчины, к сожалению, принимают участие в воспитании детей только на выходных. Или, там, полчаса, час после работы, когда он уже отдохнул, покушал, немножко полежал. И потом он готов к общению с детьми. То есть я опираюсь просто, ну, вот, на данные опросов. Есть совершенно другие семьи, где мужчины с радостью уходят в декрет и получают огромное наслаждение от воспитания детей. Поддерживают, да, там, свою жену, женщину, если они не в браке, когда она, например, совершает командировки за рубеж или более активно идет по карьерной лестнице. Потому что, ну, это их осознанный выбор. Еще хочется добавить, да, про осознанный выбор. Общалась недавно со студентами-студентками и задала вопрос. Как вы думаете, вот, свобода воли, в каком проценте случаев вы проявляете? На что они ответили? 2-3 процента. Для меня это совершенно поразительный факт, потому что они сами понимают, насколько сильно стереотипы влияют на их жизнь и что они не могут раскрыть свой потенциал. И на самом деле, когда мы начали обсуждать с ними более подробно, да, почему, как так вышло, что всего лишь 2-3 процента, оказалось, что многие из студентов и студенток были вынуждены поступить в высшее учебное заведение, потому что они не видят других перспектив для получения конкурентной заработной платы и работы на рынке. Многие из них не готовы вступать в конфронтацию со своими друзьями и родителями, им легче смириться и отыгрывать те социальные роли, которые им предлагаются обществом. И это неплохо, то есть это такой удобный конформизм. Проблема в том, что когда мы общаемся с людьми в возрасте 50-60 лет, многие из них отмечают, что все было здорово, я достиг или достигла профессионального успеха, но жизнь прошла мимо, жизни я не почувствовала или не почувствовала. Я сначала создавала семью или создавала, потом воспитывала, воспитывала детей, строила карьеру или строил карьеру, а потом дети уже выросли и я не вижу смысла своей жизни дальше. Ну или пытаются мотивировать детей, чтобы они родили внуков. Есть еще такая форма. Мне кажется, что в природе тут не столько социология, сколько биология, но это жизненный цикл. Фактически вы описали жизненный цикл биологического представителя определенного биологического вида. Вот у него молодость, вот он завоевывает какое-то свое место в условной иерархии. Я не знаю, если бы мы говорили о волках, это была бы волчья стая. Вот он размножился и исполнил свой биологический эволюционный долг, а больше ему делать нечего. Здесь есть, по крайней мере, я вижу очень большую опасность, потому что, как только мы начинаем говорить о гендерном равенстве, о защите прав женщин и мужчин, мы часто выходим на вот этот уровень дискуссии, что наше главное отличие, что женщины могут рожать, а мужчины нет. Но очень хочется верить, что мы не только биологические существа, но и духовные, и социальные. И все-таки самореализация нам важна. И подходить к этому процессу именно так. Большая часть проблемы, о которых мы говорим в том числе и сейчас в этой студии, она как раз возникает из-за того, что люди прежде всего и большую часть своей истории не были высокоразвитыми социальными существами, не существовало государство и общество в том виде, в котором мы его представляем. Это были, собственно говоря, стаи приматов. И особенности нашего биологического строения таковы, что женщине на определенный период, пока она вынашивает плод и ухаживает за ребенком, который долгое время, из-за того, что у нас, извините, голова большая и требует определенного ухода, там, ребенок года 2-3, она не может, она выключена из большей части процесса. Ей надо было приносить еду, она занималась ребенком. Вот разделение ролей, которое произошло. Эти аргументы очень часто звучат, и мы с ними работаем на наших воркшопах. Здесь хочется уйти не в ретроспективу, а в перспективу, потому что когда мы говорим, например, о нейролингвистических системах, о робототехнике, о гиперлупе, такое транспортное средство, которое будет запущено в 2025 году, это все предполагает, что наш уклад очень сильно изменится, и социальное устройство в том числе. К этим рискам мы не готовы. И чем больше мы возвращаемся исторически в тот этап, когда женщина ждала, когда мужчина мамонта принесет, тем меньше у нас конкурентоспособность, даже не так, не конкурентоспособность, а способность выдержать те риски, которые несет с собой будущее. Ну, я так на это смотрю. На самом деле это не только у нас. По большому счету то, что происходит, скажем, рост популярности тех же правых или каких-то националистических партий, которые апеллируют к традиционным ценностям, к прошлому, как к некоему золотому веку, это в определенной мере свидетельство о неготовности. То, что вы сейчас говорили, например, о трансгендерах, которые, да, появились они, то, чего невозможно было представить 5 или 10 лет назад, они появились и мы не готовы. И хочется, да, откатиться назад, сказать, что, ребят, вас нет, или не надо этого делать, или еще что-то в этом роде. На самом деле это огромная проблема. Она, возможно, не столько гендерная, сколько цивилизационная, потому что мы немножко стали, немножко быстрее скакать по веткам, опять же, извините за биологические сравнения, чем умеем за них хвататься. То есть есть риск сорваться. Здесь очень интересно. Я не уверена, что эта позиция верна на 100%, но мне кажется, что откат к традиционным ценностям и к прошлому часто связан со страхом перед будущим. И часто, ну вот, когда мы не готовы принять те риски, которые несет сегодняшний день, мы начинаем задумываться о нашем прошлом и воспроизводить те модели, которые раньше были успешными. Проблема в том, что на сегодня мы обрабатываем значительно больше информации. Наши дети уже не хотят жить так, как мы, и говорят об этом открыто, и нам нужно с этим жить. Ну, и каждый год на рынок выходят новые технологии. Мы вынуждены к этому адаптироваться. Мы не можем уйти в пещеру, там сидеть и ждать, пока великий Бог там снизошлет нам какую-то благодать. Это не будет сегодня работать. Да, но вы говорите о гиперлупе, а тем не менее мы вот пока что не можем добиться равной зарплаты, не декларированной, а реальной равной зарплаты для женщин и мужчин на одинаковых должностях и в одинаковой работе. Я смотрю на это позитивно, и я думаю, что никакого устойчивого результата, к сожалению или к счастью, нельзя достичь одним большим скачком. Для того, чтобы он был устойчивый, нам нужно совершить серию шагов. И любое решение, будет оно приниматься на уровне обычного человека, условно говоря, обычного, или на уровне топ-менеджера, или человека, который занимает высокую должность в правительстве, в значительной степени часто базируется на личном опыте и переживании тех стереотипов и проживания, которые были в его жизни. И да, есть у него в такой... На голову можно посмотреть, как на коробку. Вот у нас есть такая коробка ограничений. И в нем есть такая в этой коробке дырка. И через эту дырку мы смотрим на наш окружающий мир. Ну, и задача немножко, да, предоставить возможности, чтобы люди немного шире посмотрели и на вопросы гендера, и на собственную жизнь, и нашли свой собственный путь. Как женщины и мужчины, здесь нет деления. Конечная цель просто, чтобы мы жили счастливо. Это все так хотят, собственно. Да, и к окончанию нашей жизни чувствовали, что мы сделали что-то полезное, и имели равные возможности для открытия и раскрытия своего потенциала. У нас буквально минута. Хотелось бы вашу точку зрения еще вот о чем услышать. Вы несколько раз за время нашей беседы упомянули о стереотипах. Стереотипы действительно одна из самых важных вообще-то вещей в формировании мировоззрения, нашего сознания и так далее. И, к сожалению или к счастью, уж не знаю, крайне живучая штука. То есть как минимум поколение проходит, да, а то и не одно, а то и десяток поколений проходит, пока стереотип там не полностью даже рушится, немножко там просто мутирует, мигрирует в какую-то более прогрессивную сторону. Что касается гендерных стереотипов, наверное, одни из самых устойчивых и сложных. Вот ваши прогнозы, скажем, нашего процесса, как это все движется. Потому что сейчас пока это, ну опять же, это вот скачка, взрывообразный такой вот процесс. И действительно многие на это все смотрят настороженно. Нет, все, ребята, никаких феминистов даже, никаких не то, что там феминистов. Прогнозы давать, это всегда дело неблагодарное, потому что если они потом подтверждаются, то тебя называют вангой, это очень тяжелая ноша, нести на себе это бремя, ролевой модели. Если не подтверждаются, то значит ты не очень хороший эксперт или эксперт. Хорошо, переформатирую на какой-то. Я про мировоззрение. Я смотрю на это со стороны мировоззрения. Говорят, что полностью систему своих ценностей можно поменять и зажить по-новому спустя три года. То есть таким образом, по самому оптимистичному прогнозу, если мы будем очень хорошо работать над собой и с собой, и со своим окружением, то через три года у нас будут уже первые существенные результаты. Но это очень оптимистический прогноз. Вы очень, да, действительно оптимистический. Но давайте на этой очень оптимистической ноте сегодня и завершим. Практически не поговорили о том, что будет происходить в рамках недели, но я думаю, что всю информацию можно найти в интернете. Можно найти, да, на сайте сфера.org.ua, можно найти на странице Харьковской платформы «Культура равенства» на Фейсбуке и на странице общественной организации «Сучастная жинка» тоже на Фейсбук-платформе. Дарья, большое вам спасибо за то, что сегодня пришли к нам в студию. Я получила огромное наслаждение от нашего общения. Спасибо большое. Мне кажется, что три года спустя, когда наш прогресс будет очевиден в отношении гендерного равенства, я все-таки вас поздравлю с 8 марта. Пока что нет. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания. Ну и с праздником тех, кто празднует все-таки. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»